В первую очередь хотелось бы начать с вами со съезда народных депутатов, который прошел в Польше, на котором вы не были. Вы публично написали в соцсетях у себя, что не будете этого делать, вот, и я сейчас вас процитирую. Меня приглашали на этот съезд, я отказался, потому что не считаю для себя этически возможным призывать людей к тому, в чем сам не буду участвовать, в частности, к вооруженной борьбе. Ну, а Илья Пономарев призывал, да, я так понимаю, один из участников этого съезда, призывал к более таким силовым методам свержения власти, ну и мы видели подрыв топливных баков в Екатеринбурге, да, который взял на себя именно вот Легион Свободы России. Вы верите в такое свержение действующей власти, именно вооруженным путем. Это возможно вообще? Нет, я не верю. Я не верю. Режим слишком силен и готов, силен именно в этой сфере. Он по многим сферам слаб, а вот в этой силовой сфере он достаточно сильный. У него есть охранные войска, у него есть готовность эти войска используются. Они не остановятся ни перед какими кошмарами для того, чтобы они сверли власть. В то же время, я думаю, что каждый сам для себя выбирает, что он считает правильным в борьбе с этой системой. И если кто-то идет по пути силовому, то я ни в коем случае не имею права его осуждаться. Ни в коем случае. Призывать не могу, потому что сам не буду. Так каким образом может поменяться в России власть, если может в принципе, да, или просто царь будет царствовать, да и все? Ну, во-первых, он все-таки не вечен. Он не сатана, с которым мы сейчас боремся. Он человек все-таки живой и смертный. Но на самом деле, если не брать вот этот вариант окончания существования режима, то это зависит от положения на фронте. К тому моменту, когда вы освободите все ваши земли, включая Крым, разумеется, да, вот к этому моменту у вас будет шататься просто до предела. Потому что ближайшее окружение Путина, я думаю, что оно не простит ему поражение. Вот. Тем более, что это поражение означает резкое ухудшение, осложнение их жизни. Потому что они лишились того, ради чего они, собственно говоря, работали. То есть, своих западных активов, возможности жить на Западе, своих там яхт, отцов и всего прочего. Они все это лишились. Если бы он выиграл на поле боя, то они бы ему никаких вопросов о моральности или преступности этой войны, и страны этих людей бы не возникло, им все равно. У них нет морали. А поскольку он проигрывает, то, в общем-то, весьма вероятно, что они на него накинутся. Поэтому, я думаю, что все в руках ваших солдат. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!